Всем привет! Вы на канале Собервижн. В этом выпуске мы создадим природный формикарий. В этом мне помогут настоящие профессионалы из компании Florarium Plants. Вы подробно увидите весь процесс создания и узнаете, каких муравьев я буду туда заселять. Ну что, поехали? Итак, ребята, у меня уже давно пустовала баночка от моего аквариума. И вот, наконец, я решил создать в ней кусочек природы, в который я буду в дальнейшем заселять муравьев. Чтобы разобраться во всех нюансах создания фактически флорариума, я отправился в компанию Florarium Plants. Погода выдалась не очень, в Москве вовсю шел сильный снегопад. Но как было приятно после сугробов и московской серости очутиться в райском саду. Здесь не только всевозможные флорариумы и полидариумы, но и все, чтобы создать самому свое произведение искусства. Тут есть даже мирмекофиты – растения, в которых в природе живут муравьи. В некоторых баночках находится различная живность. Забегая вперед, скажу, что ссылки на сайт, группу ВКонтакте и YouTube-канал компании Florarium Plants я оставлю в описании. Как вы понимаете, я не мог упустить возможность попасть в шоурум к ребятам и с их помощью создать природный формикарий для своих муравьев. Здравствуйте, меня зовут Короленко Георгий, компания Florarium Plants. Сегодня мы находимся у нас в шоуруме, и мы будем делать террариум для муравьев с растениями. Так, начинать, наверное, будем с того, что на заднюю стенку мы приклеим решетку, на которой будет держаться наша глина смесь. Глина смесь, она очень тяжелая, и эта банка будет весить около 10 килограмм. То есть тут, наверное, килограмма 4, наверное, точно будет глины. Поэтому, чтобы она под собственным весом никуда не падала и не сползала, нужно что-то, за что она закрепится. Решетку мы будем использовать вот такую. Это потолочная решетка для подвесных потолков. Продаются они размером 60 на 60 сантиметров. Нам нужно вырезать так, чтобы она ложилась на заднюю стенку. Отмеряем. И ножницами по металлу режем. Это наиболее быстрый способ. Вот эти вот огрызки просто сбиваем. Решетка входит туда неплотно, но нам, в общем-то, и не нужно, чтобы она там прямо четко вставлялась. Оставили здесь небольшую полоску стекла, чтобы минимизировать побеги. Ну, возможно, там будет чем-то намазано, чтобы муравей не удрали. Теперь будем приклеивать нашу решетку. Для этого сегодня будем использовать циокрин и соду. Технология такая. Посыпаем в ячейку небольшое количество соды. И капаем сверху циокрином. Происходит мгновенная реакция. Тлей застывает. Получается своего рода пластик. Реакция проходит с выделением тепла и запахом. Поэтому нос туда лучше не совать. Глаза тоже. Так делаем в нескольких точках. Соединение это очень прочное, но хрупкое. Также можно приклеивать силиконом, но он долго сохнет. Поэтому мы не будем так делать. Все, у нас приклеилось. Сейчас могу показать. Сейчас прямо потыкать ножом. Очень жесткая получилась такая штука, как пластик. Остатки соды лучше смыть. Хоть она и безвредная, но она сильно поднимает щелочность. Поэтому субстрат у нас... А субстрат у нас будет кислый, поэтому не очень хорошо. Необходимо получившуюся решетку завернуть в нетканный материал. Мы делаем для того, чтобы основной грунт у нас не провалился в дренаж. И не смешивался с ним. Нетканный материал самый обычный. Мы берем черный, потому что он лучше смотрится. Отрезаем с хорошим запасом. Так, примеряем, как у нас это все завернется. И ждем, когда нагреется термопистолет, потому что приклеивать края будем именно им. А все, термопистолет прогрелся. Теперь просто складываем материал. И наливаем сюда термоклей. Лучше делать с какой-то высоты, потому что горячий клей прожигает материал этот. А так он успевает охладиться, прежде чем долетит. Делаем мы это только для удобства, чтобы наш материал не разворачивался, пока мы это будем запихивать внутрь. Ну, собственно, все с термоклеем. Теперь примеряем. Получились довольно большие зазоры, которые мы будем затыкать уже кусками нетканного материала потом. Теперь нам необходимо сделать отверстие для слива излишек воды из дренажа. Отверстие делают обычно около переднего края, потому что здесь будет наименьший слой грунта. Вы всегда будете помнить, где это отверстие находится, потому что потом это все зарастет растениями и можно не найти. Отсчитываем примерно 3 на 3 клеточки. Разрезаем материал насквозь. Разрезаем одну перегородочку. Так, берем трубку. Эта трубка у нас для капельного полива. Можно взять любую другую пластиковую. Можно взять даже кусок шланга садового. Отрезаем кусок примерно сантиметров 6-7. Лучше с небольшим запасом, потому что отрезать потом всегда можно будет. И вставляем в наше получившееся отверстие. Потребуется некое усилие. С этой стороны немножко подрежем. Вот что должно получиться. Трубка должна торчать с одной стороны и с другой стороны. Так, все, с дренажом пока мы закончили. Откладываем это в сторону. Ближайшие минус 40 нам это не потребуется. Так, сейчас мы будем доделывать нашу глиносмесь. У нас она уже была готовая. Но когда мы ее делали, мы добавили туда мало торфа. Сейчас восполним этот недостаток. Состав глиносмеси не секрет. Можно его найти в интернете. Изначально этот состав разработали американские лягушатники. Ну, люди, которые лягушек разводят. Они использовали его в качестве основного субстрата для растений и для лягушек. И усыпали его на дно в засушенном и запеченном виде. Мы рецепт немножко изменили. Мы не стали ничего запекать. Добавили чуть больше питательных всяких компонентов. Ну, собственно, и все. И используем в качестве декорирования задней стенки. Субстрат постоянно находится во влажном состоянии. Растения корнями в него проникают и отлично растут. Давайте начнем замешивать. Нужно перемешать до гомогенного состояния. Если будет воды не хватать, я буду поливать. Теперь технология такая. Берем такой шматок нашей глиносмеси и с силой его прибиваем к решетке. Так нам нужно покрыть всю поверхность. Смотрим, чтобы глина прошла сквозь решетку и прилепилась к стеклу. Пока делаем все одним равномерным слоем толщиной сантиметра 3, наверное. Где-то так. Кормушка попалась. Особенно тщательно простукиваем углы, потому что обычно здесь плохо прилипает, остаются воздушные полости. Чем будет меньше воздушных полостей, тем лучше будет глина сохранять влагу в себе. Меньше будет сохнуть и трескаться, если вы вдруг забудете полить. Обязательно смотрим, насколько хорошо она приклеивается сверху. В серединке нормально, а вот здесь плохо, надо еще простучать. Теперь с нижней части убираем толстый слой нашей смеси и сдвигаем ее на середину. Это делаем для того, чтобы дренажная вот эта вот штука, решетка сюда влезла, иначе глина будет мешать. Вот так вот у нас получилось. Сейчас мы будем насыпать дренаж. В качестве дренажа мы используем вулканическую лаву мелкой фракции, около одного сантиметра. Можно, в принципе, использовать любой другой инертный субстрат, пиностекло, например, но оно белого цвета, не очень красиво смотрится. А керамзит использовать мы не рекомендуем, потому что он очень щелочит. То есть, когда вода туда проникнет, будет щелочная реакция, по аж около девяти. Это не всем растениям нравится, и пока керамзит промоется, многое может погибнуть. Так, насыпаем лаву. Слоем около двух-трех сантиметров. Вот столько достаточно. Теперь будем класть наш разделительный слой, так сказать. Чтобы лава не забилась в трубку нашу дренажную, засовываем сюда карандаш от термопистолета. В принципе, можно использовать любую другую круглую фигню. Подводим сначала под заднюю стенку. Опускаем. И стержнем этим расталкиваем лаву. Придавливаем сильнее. Вкручиваем нашу дренажную трубку до самого дна. В результате, если посмотреть сверху, внутри этой трубки не должно быть лавы. Теперь трубку затыкаем, в принципе, чем угодно. Мы заткнем кусочком нетканного материала. Делаем это для того, чтобы грунт, который мы сейчас будем туда насыпать, туда не просыпался. У нас сбоку вот здесь образовались достаточно большие щели, в которые грунт тоже будет просыпаться. Их лучше заткнуть кусками нетканного материала. Просто свернутых жгутом. Их лучше. Комсом. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Все, теперь грунт у нас никуда не просыпется, и он отделен от дренажа нетканным материалом. Теперь вот этот горб, который у нас образовался, мы немножко опускаем вниз. Но так, чтобы он не давил на нашу решетку, иначе передний край решетки приподнимется. Все, дренаж у нас готов. Сейчас будем засыпать на дно основной грунт. Называется он АБГ-микс. Его впервые начали делать в Америке, в ботаническом саду Атланты. Поэтому, собственно, он так и называется. Атланта Botanical Garden Mix. Изначально он тоже использовался для террариумов с лягушками. Основные его свойства – это воздухо- и водопроницаемость, и малая слеживаемость. Он по структуре очень похож на лесную подстилку. Он абсолютно не гниет. Из минусов он непитательный вообще. То есть растениям практически сразу потребуется удобрение. Но служит он десятилетиями. Это проверено. Его изобрели более 30 лет назад. И сейчас есть террариумы, которые до сих пор с ним с момента запуска работают. Итак, насыпаем. Стараемся сыпать так, чтобы у задней стенки была некая горка спереди. Слой 1,5-2 сантиметра. Растениям вполне это хватит, почвопокрованным для укоренения. Смотреться будет лучше, когда сзади побольше. И сразу его трамбуем. Он очень воздухоемкий, поэтому, чтобы он в дальнейшем не оседал при поливах, лучше утрамбовать сразу. Состав этого грунта, в общем, очень простой. Это сосновая кора мелкой фракции, верховой нейтрализованный торф, папоротниковое волокно, сфагнум и уголь древесный. Папоротниковое волокно делается из новозеландских папоротников, древовидных из стволов. Это самый интересный, наверное, здесь компонент. Он абсолютно не гниет, не слеживается и удерживает определенное количество воды, которая достаточна для растений. Но, в отличие от сфагнума, он не берет слишком много жидкости в себя. Ну, вот как-то так. Потом мы будем рельеф, может, немножко менять, но для начала хватит. Так, мы расчленили немножко дубовых коряг, потому что они приходят к нам крупнее, приходится их разделывать. Давайте будем создавать какой-то рельеф. Рельеф. Давайте как-нибудь так вот пока оставим. Сейчас. Теперь коряшки поплотнее вдавливаем в глину, прямо пока они не упрутся в заднюю стенку. И фиксируем их по краям. Это достаточно надежное крепление. Если не переворачивать флорариум вверх дном, то все отлично держится. Плюс потом корни растений проникнут в глинасмесь, и это будет вообще монолитная такая структура. Теперь нам необходимо промочить грунт. Пока не сильно, но чтобы он был хотя бы немного влажный для посадки растений. Потому что пока он абсолютно сухой, как порох. Заодно смоем со стенок части глины и прочую пыль. Воду используем осмос, либо дистиллят, либо дождевую, либо талую. Из-под крана нежелательно, потому что кальциевый налет на стенках потом трудно удалим. Сбоку видно, как у нас промокает грунт. Ну, пока хватит. Для начала вдоль передней стенки, где мы будем созреть почвопокровные растения, насыпем очень тонкий слой чистого торфа. Это нужно для того, чтобы растения быстрее пустили корни. Слой буквально несколько миллиметров. Еще раз спрыскиваем водой. Начинаем сажать. Давайте сначала на задний план посадим фикус пумила кверстифолия. Это миниатюрный фикус. Это максимальный у него размер листиков, вьющийся. Со временем он заплетет всю заднюю стенку и коряги. Процесс его роста надо контролировать, потому что это очень агрессивное растение. Если его не резать, он заполонит здесь все. Дергаем его прямо с корневым комом и копаем ямку, где мы его будем сажать. Ну, тут. Так, излишки грунта убираем. Фикус довольно, первое время довольно медленное растение. Первый месяц-полтора он будет сидеть вот в таком вот виде и только потом резко тронется в рост. Вот с этой стороны в самую тень мы посадим селегинеллу унцината. Это селегинелла, которая при слабом освещении становится синего цвета. При сильном освещении она желтеет или краснеет. Желтеет, если ей не хватает питательных веществ и краснеет, когда просто избыток света. Тоже выкапываем небольшую ямку или большую. Вот так, мне кажется, будет хорошо. И тоже с корневым комом прямо туда ставим растение. прижимаем его к земле. И тоже между коряшками сейчас закрепим вторую часть растения. Немножко торфа туда. Сильно прижимаем к субстрату. Ничего страшного, она потом расправится. Растение очень быстро растущее. Тоже нужно периодически резать. Теперь сажаем передний план. Здесь у нас будет химиантос куба. Он выращен уже на воздухе. То есть, это не аквариумный вариант. Отрываем небольшие кусочки. Очень, кстати, ведь у него хорошо корневая система разрослась. Прямо очень плотно. Отрываем кусочки и просто раскладываем на грунте пока. Субтитры сделал DimaTorzok и стараемся не забывать, что здесь у нас находятся дренажные отверстия. Пока его еще видно, но через месяц, когда химиантос разрастется, найти сможете только по фотографии. Поэтому можно сразу какую-нибудь зубочистку воткнуть, чтобы не забыть. теперь просто утрамбовываем пальцами довольно сильно. в следующей партии мы засаживаем средний план. Здесь у нас будет таурагин меристемный. Он уже немножко подсох, но это не страшно. отмываем корни от питательного геля. Сажаем где-нибудь здесь. кусочек химиантос уберем. и вот здесь на самом освещенном месте посадим альтернатеру Рейнек и Мини, чтобы было что-нибудь красненькое. Теперь нам осталось чем-то заполнить глину на задней стенке. Для этого мы будем использовать мох. Это обычный гиванский мох. Берем сматываем его в такой комок и мелко режем ножницами. Получившись вот эту кашу еще заливаем водой. Теперь берем пинцетом небольшие кусочки маховой каши и лепим на заднюю стенку. Стараемся распределить тонким слоем, но если получаются комки, то ничего страшного. Это никак не мешает. остатками вот этой маховой жижи можем полить корягу. Мох тут тоже со временем прорастет. И теперь пальцем все это вот так вот утрамбовываем. Мох испачкается в глине, но это ничего страшного. На рост никак не повлияет. Первую неделю мох так и будет вот так жалко выглядеть почти без изменений. А потом довольно-таки резко он тронется в рост и недели за две полностью закроет заднюю стенку равномерным ковром. Немного опрыскиваем. ну в общем все посадка растений у нас закончена все и хлорариум у нас собран. Теперь нужно ждать его разрастания. Пока мы его заматываем пленкой, вверх кладем стекло и дня три вообще его не трогаем. Ставим его на место, ставим свет, пленку пока не открываем. Через три дня берем передний край пленки, чуть его приподнимаем и отводим назад примерно на сантиметр, может чуть больше. И снова кладем покровное стекло. Тут есть достаточно щель для вентиляции. После открытия немного пленки нужно слегка опрыскать растения и повторяем такое практически каждый день, ну либо через день, в зависимости от влажности воздуха у вас в помещении. Каждый день немножко отодвигаем пленку, прыскаем, снова сверху кладем стекло. В течение примерно двух недель пленку можно будет уже полностью убрать, останется только покровное стекло, которое в дальнейшем, насколько я понимаю, заменится на стекло с вентиляционными отверстиями, которые плотно кладется уже на данный флорариум. Если вы хотите создать что-то подобное для муравьев, либо просто для растений или каких-нибудь других животных, например, крабов, богомолов, бронзовок, выбор достаточно велик, приходите к нам на мастер-классы. Также у нас можно купить все для флорариумов отдельно. Это растения, материалы, сами емкости, либо уже готовые работы. Вот такой классный формикарий с живыми растениями, коряжками мы сегодня создали. Теперь остается правильно ухаживать за ним и ждать, пока растения разрастутся. И кого же я буду заселять в такую красоту? Это будут муравьи мирмикария брунея. Они находятся в диапаузе и только сейчас начали нести яйца. Подожду, пока в этой семье появится хотя бы 10-15 рабочих и предоставлю им этот кусочек природы. Ну а на сегодня все. Не забывайте подписаться на мой канал, на канал компании Флорариум Планс. Там много полезной информации по содержанию флорариумов и не только. Обязательно посетите сайт ребят и подпишитесь на их группу вконтакте. Все ссылки в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok